День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Сергей Урескул, я практикующий корпоративный юрист, и тема нашего сегодняшнего видеоурока – это «Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью». У меня очень много видеоуроков записано на тему уставного капитала. Как вы все знаете, я специализируюсь на акционерных обществах, и вот, наконец-то, дошли руки записать видеоурок, посвященный уставному капиталу именно общества с ограниченной ответственностью. Мне регулярно задают вопрос, какой минимальный уставный капитал, как его надо оплачивать, каким имуществом можно оплатить уставный капитал, можно ли оплачивать уставный капитал правами и так далее. То есть, очень много вопросов, посвященных уставному капиталу. И прежде чем перейти к обсуждению вопросов, посвященных уставному капиталу, коллеги, я сразу заранее обращу ваше внимание, что я в конце этого видео расскажу вам, что произошло в законодательстве, посвященного изменения в закон об обществе с ограниченной ответственностью, посвященного тому, что теперь уставный капитал нельзя оплатить только имуществом. В конце этого видео я вам расскажу, почему это так. Ну что ж, коллеги, минимальный уставный капитал, нас учили со школьной скамьи или со студенческой скамьи, нас учили, что минимальный уставный капитал – это гарантия прав кредиторов. То есть, то, что мы сформируем в качестве уставного капитала, якобы будет служить гарантией наших прав кредиторов. Как же выбрать минимальный уставный капитал? Я считаю, что минимальный уставный капитал никогда не нужно выбирать в размере величины, та, которая прописана в законодательстве. Все вы открывали закон об ООО и видели, что минимальная величина уставника – там 10 тысяч рублей. Но, например, минимальный уставный капитал ООО – это величина, которая в том числе, среди прочих показателей, является характеристикой фирмы «Однодневки». Поэтому для того, чтобы лишний раз не рисковать, я бы вам рекомендовал оплачивать уставный капитал хотя бы в двойном размере. Это не такая уж большая разница между 10 и 20 тысячами рублей, но, тем не менее, вы уже по этому критерию не будете подходить под категорию фирмы «Однодневки». Следующее. Чем же мы с вами можем оплатить уставный капитал? Дело в том, что уставный капитал можно оплатить абсолютно любой разновидностью имущества, прав, прав требования, ценными бумагами, основными средствами, квартирами, машинами, ценными бумагами, и так далее, то есть любым активом, который вы в соответствии с законодательством об оценочной деятельности можете оценить. Но вы точно должны помнить, что если вы будете оплачивать уставный капитал не деньгами, а будете оплачивать уставный капитал иным имуществом, то вам для этого потребуется отчет об оценке. И более того, внимательно следите за тем, чтобы отчет об оценке оценщик раскрыл в Едином Федеральном Реестре юридически значимых сведений. Потому что если отчет об обязательной оценке не раскрыт в соответствии с законодательством РФ, то есть вероятность, что вам на стадии регистрации вашего юридического лица, созданного, несмотря на то, что вы наняли оценщика, привлекли его, тем не менее, вам могут отказать в регистрации юридического лица, потому что оценщик нарушил требования законодательства. Поэтому, когда вы будете оплачивать уставный капитал иным имуществом, например, ноутбуком, квартирой, машиной, каким-то другим имуществом, вы, первое, нанимаете независимого оценщика, и, второе, должны проследить за тем, чтобы независимый оценщик раскрыл отчет об оценке. А лучше сделать это самостоятельно, потому что в силу закона обязательно, вы, как заказчик отчета об оценке, обязаны раскрыть его в сети интернет на сайте fedresource.ru. Следите, пожалуйста, за этим. Какой все-таки я бы рекомендовал уставный капитал оплачивать денежными средствами, и какую величину уставного капитала мы имеем право оплатить неденежными средствами? Как я и обещал, я вам расскажу про изменения в закон об ООО. Дело в том, что в связи с новой редакцией Гражданского кодекса с 1 сентября 2014 года, теперь всегда минимальный уставный капитал общества с ограниченной ответственностью должен быть оплачен только денежными средствами. То есть, минимальная величина только денежными средствами. Поэтому, если вы хотите оплатить уставный капитал, например, там, ноутбуком, автомобилем или чем-то еще, очень модно раньше было оплачивать ноутбуками уставный капитал, то минимальную величину вы в обязательном порядке должны оплатить деньгами. Если вы этого не сделаете, то у вас будет отказ в регистрации вашего вновь созданного общества с ограниченной ответственностью. Запомнили, да? Минимальный уставный капитал мы оплачиваем только деньгами. А оставшуюся часть уставного капитала вы можете оплатить любым имуществом, но при этом вы должны привлечь независимого ценщика. Насколько сильная величина уставного капитала играет на доверие рынка или не играет? Ну, мне кажется, что если я буду выбирать между двумя компаниями, у одной компании уставный капитал будет 10 тысяч рублей минимальный, а у другой будет, например, там, несколько сотен тысяч рублей или несколько миллионов рублей, то очевидно, что я выберу, отдам предпочтение той компании, у которой уставный капитал больше. Насколько это важно именно в вашем сегменте рынка, вот там, где вы собрались открывать бизнес, я не могу сказать. Но я знаю, что в некоторых сегментах рынка не просто это влияет на величину, на доверие рынка, но и есть специально установленные требования к минимальному уставному капиталу. Это, например, при получении некоторых видов лицензий на алкогольную продукцию, на лицензии, которые подлежат лицензированию ФСБ и так далее. Поэтому, прежде чем вы будете формировать уставный капитал, если вы планируете вести некий специфический вид деятельности, то уточните для себя, не нужно ли вам иметь более высокую величину уставного капитала по сравнению с той минимальной величиной уставного капитала, которая предусмотрена законом. Это 10 тысяч рублей. Примерно вам нужно поступить следующим образом. Вы должны открыть законодательство, регулирующее вашу будущую деятельность, посмотреть требования к уставному капиталу, удостовериться, что там нет повышенных требований, и только после этого формировать уставный капитал. Ну что ж, коллеги, на этом то, что касается уставного капитала, минимального уставного капитала, оценки уставного капитала и влияние, собственно говоря, величины уставного капитала на доверие вашей компании, пожалуй, на этом все. Я надеюсь, что мой видеоурок был вам полезен. Всего доброго, до скорых встреч. С вами был Сергей Уресков. Спасибо.